Добрый день, дорогие друзья! Сегодня несколько слов о бесновании и об отчитках. С вами Протерей Кирилл Иванов на канале «С Папом обо всем» и «Мысли на каждый день». Сегодняшнее евангельское чтение – это 58-е зачало из Евангелия от Луки. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит. «Возвращусь в дом мой, откуда вышел, и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывают для человека того последние хуже первого». Вот, дорогие друзья, на этом отрывочке мне бы хотелось сегодня остановиться. Что хочу сказать об отчитках. Ну, многие батюшки об этом говорят, некоторые даже вообще против отчиток, я не против отчиток. В них есть и может быть какой-то смысл положительный. Но важно понимать, что, во-первых, каждый из нас в какой-то степени бесноватый. Мы об этом уже говорили, я приводил здесь слова святителя Игнатия Брянчанинова о том, что есть беснование физическое, когда человек нелепые действия какие-то физические совершает, да? А есть беснование нравственное, душевное, душевная одержимость, когда человек творит волю бесовскую, совершая какой-то грех. В той мере, в какой мы преданы страстям и порокам, мы являемся бесноватыми, даже если мы каких-то нелепых действий не совершаем, даже если нас не крутит, что называется, в присутствии святыни перед чашей или у мощей святых или перед какой-то другой святыней, но при этом мы подвержены страстям и плохо им сопротивляемся, плохо боремся с ним и предаемся каким-то страстям и грехам, значит, мы являемся одержимыми. Это первое. Ну и второе то, что надо понимать, что за нас нашу работу никто не сделает. Если мы хотим избавиться от одержимости, неважно, это физическая одержимость или нравственная, совершаем ли мы какие-то действия физически, не контролируем себя, или мы не контролируем себя только духовно и предаемся страстям и порокам, для того, чтобы изгнать беса, как сам Господь наш Иисус Христос говорит, необходим пост и молитва. Сей род ничем же исходит, только молитвою и постом. Нужен большой духовный труд, молитва, пост, смирение, обязательно исповедь, причащение. Но если мы приедем к какому-то старцу, к какому-то духовнику, который совершает отчитку, из нас по его молитвам бес выйдет, бес будет изгнан, и место, святое место, наша душа, наше сердце, храм духовный, храм Божий, окажется пустым, что произойдет? С нами может произойти то самое, о чем говорит Христос в сегодняшнем евангельском чтении. Бес, выйдя из этого места, которое, святое место пусто не бывает, это о нашем сердце сказано, вот если бес возвратится и увидит, что это место пусто, прибрано, не заполнено ничем, а чем это место должно быть заполнено? Божественной благодатью. В нашем храме прежде всего должен находиться наш ум, не в голове, в голове должен находиться рассудок, часто об этом говорю. Так вот, рассудок остается в голове, а ум спускается в наше сердце. Во-первых, ум должен занять этот храм духовный и там совершать богослужение, предстоять Богу, привлекать божественную благодать. Вот он привлекает божественную благодать, и этот храм наполняется духом святым. Как помните, Соломон освящал храм, священники освящали вместе с Соломоном, когда он построил этот храм. И божественная благодать явным образом наполнила этот храм, так что никто в него войти не мог по причине присутствия этой славы в храме Божьем. Это было, с одной стороны, прообразом Богородицы, которая вместила в себя полноту Божества. С другой стороны, это прообраз того храма, храма духовного, который находится, который должен находиться в нашей душе, в нашем сердце. Так вот, если этот храм оказывается пустым, в нем нет ни божественной благодати, ни нашего внимания, ни нашего ума там нет, то нечистый дух, выйдя из нас, придя снова, посмотрев, он идет, берет с собой семь других, более жестоких духов, нечистых, и они снова поселяются в нашем сердце, в нашей душе и живут там, и последнее бывает хуже первого. Вот поэтому, дорогие друзья, призываю вас искать, прежде всего, недухоносных отцов и старцев, и тех, кто совершает отчитки. И, как некоторые говорят, если ты не был у старца, ты еще и не православный по-настоящему. Старец нам не поможет, никакой старец не поможет, даже сам Бог нам не поможет, если мы сами не ведем духовной работы. Вот, поэтому желаю всем божественной помощи в той духовной работе, которую мы сами с вами должны проводить, чтобы наше сердце не было пустым, чтобы там было наше внимание, был наш ум, и чтобы его всегда наполняла божественная благодать. Хранила всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok